35-ю школу имени почетного гражданина Бобруйска, дважды Героя Советского Союза Павла Батова, посещает делегация из Рыбинска. Российский город – родина генерала. Гостей знакомят с музеем после экскурсии по библиотеке, учебным кабинетам, спортивному комплексу и бассейну. Мы сейчас занимаемся непосредственно проектированием школы. Похожий район прибрежный, новый строящийся район в Рыбинске. Великолепный проект, очень удобный, все продумано до мелочей. Делегация знакомится и с самым современным детским садом. Здесь созданы все условия для воспитания малышей. Светлые классы, плавательный бассейн и гимнастический зал. Следующий пункт программы – завод тракторных деталей и агрегатов. Легендарное производство 75-летними традициями машиностроения. В фокусе внимания – обмен опытом и дальнейшее сотрудничество. Синагога «Жемчужина Бобруйска» тоже встречает гостей. Далее – увлекательная экскурсия по еврейскому дворику. Больше всего впечатлила не только чистота, уют, красота Бобруйска. Безумно впечатлила красота людей. Поверьте мне, да, красота, внутренний мир, душа, открытость, бесподобные глаза. И самое главное – такое неимоверное гостеприимство, которое оставит огромный след в наших душах. В преддверии Дня народного единства Бобруйск и Рыбинск становятся городами-побратимами. Александр Студнев и Дмитрий Рудаков подписывают договор о сотрудничестве. Уже построены большие планы в социальной, культурной и экономической сферах. Нас связывает не только имя Павла Иоанна Шабатова, но и схожесть городов по населению, даже по дорожной сети, по сетям теплового снабжения, водоснабжения. Я поражен почти буквальным совпадением цифр. Для нас, конечно, это важно – приобрести еще одного партнера, еще одного друга для того, чтобы протарить новый путь и на самом деле наладить тесные дружеские отношения. Следующая остановка – Дворец искусств. Здесь разворачивается выставка военной истории родного края. Картины талантливейших художников Георгия Поплавского и Абрама Рабкина. Знакомят с трагическими страницами Великой Отечественной. Богатейшая частная коллекция наград приковывает взгляды гостей. Здесь ордена и медали от Второй мировой до 90-х годов минувшего столетия. Бобруйский краеведческий музей представляет выставку «Хроника Великого освобождения». Освобождали город войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, в частности 65-я армия, под командованием генерала Павла Ивановича Батова. Военно-патриотический клуб «Бобруйский рубеж» представляет форму вооружения, снаряжение, а также личные вещи бойцов и командиров Красной армии. Периода Великой Отечественной войны. В год исторической памяти мы активно принимаем участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Книжная экспозиция рассказывает о геноциде белорусского народа и бессмертном подвиге героев той страшной войны. Самобытные вышитые рушники, куклы-обереги и работы из соломы позволяют прикоснуться к народным традициям. Праздник народного единства – это молодой праздник, но он уже всем полюбился, потому что объединяет нас. Я бабурчанка, родилась в Бобруйске. Люблю этот город, люблю своих земляков, люблю Беларусь и с удовольствием всегда праздну этот праздник. Люблю свою родину, люблю свой город. Мне все нравится, что у нас спокойно, чисто, мирно. Доступная медицина, доступное образование, все прекрасно. Живем и радуемся. 17 числа мы отметим День народного единства. Этот праздник очень значим для нас, для бабурчан, потому что мы живем в замечательной стране, где настоящие дети, настоящие добрые люди, отзывчивые, которые всегда придут на помощь. Финальным аккордом праздника становится концерт. В зале руководства города, молодежь, трудовые коллективы и просто патриоты. Со сцены звучат всем известные композиции. Не обходится и без наград. В списке 27 человек. Те, кто внесли весомый вклад в развитие малой родины. Уважаемые бабурчане и гости нашего города, я сердечно поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, с Днем народного единства. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Дата знаковая. 17 сентября 1939 началось воссоединение с Западной и Восточной Беларуси. Идея прозвучала на Всебелорусском народном собрании и поддержана президентом. Теперь это добрая традиция. Уже в субботу в Бобруйске пройдет велопробег. Колонна проследует от Вечного огня до мемориального комплекса жертвам фашизма. Старт в 10 утра. Позже в молодежном парке начнется музыкально-танцевальное шоу. Ольга Васенда, Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Бобруйск, 360. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.